Здравствуйте! Когда мы проходили дроби или рациональные числа, мы говорили о том, как представить дробь в виде несократимой. Например, пусть нам дана дробь 3 шестых. Мы знаем, что у числителя и знаменателя есть общий множитель. В числителе мы тройку так и оставляем, а вот в знаменателе мы можем 6 записать как 2 умножить на 3. И поскольку в числителе и знаменателе есть один и тот же множитель, мы можем разделить их на этот множитель. Или же можно просто сказать, что это 3 делится на 3. Тройки сокращаются, и в результате мы получаем несократимую дробь 1,2. Приведу еще один пример, чтобы вы окончательно все поняли. Например, нам дана дробь 8,24. Опять-таки мы знаем, что это то же самое, что и 8, деленное на 3 умножить на 8. А это равнозначно 1,3 умножить на 8 восьмых. Восьмерки сокращаются, остается 1,3. Вот мы и записали дробь 8,24 в виде несократимой. Такого же рода сокращение применяется и в рациональных выражениях. В принципе, рациональное число и рациональное выражение – это одно и то же. Только в рациональном выражении в числителе и знаменателе вместо чисел находятся выражения, включающие из себя переменные. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Предположим, нам дано рациональное выражение 9х плюс 3 делить на 12х плюс 4. В числителе мы можем общий множитель вынести за скобки. Оба слагаемые делятся на одно и то же число, на 3. Значит, это будет 3 умножить на 3х плюс 1. Это у нас числитель. А в знаменателе за скобки мы можем вынести 4. Это будет 4 умножить на 3х. 12 делить на 4 равно 3. Плюс 4 разделить на 4, то есть плюс 1. Как и в первом примере, здесь в числителе и знаменателе есть общие множители. В данном случае это 3х плюс 1. В отличие от предыдущего примера, множитель представляет собой не число, а выражение с переменной. Но его мы тоже можем сокращать. Сократив, мы получим дробь 3 четвертых. Рассмотрим еще один пример. Допустим, нам дано х в квадрате минус 9 деленное на 5х плюс 15. Как можно упростить это выражение? В числителе у нас разность квадратов. Мы можем ее разложить на множители. Это то же самое, что и х плюс 3 умножить на х минус 3. А в знаменателе мы можем вынести за скобки 5. Это будет 5 умножить на х плюс 3. Опять-таки числитель и знаменатель имеют общий множитель. Мы можем разделить и числитель, и знаменатель на х плюс 3. Но… мы об этом уже говорили на одном из прошлых уроков. Мы не можем просто сказать, что это равно х минус 3 делить на 5. Мы должны еще исключить значение х, при котором этот множитель равен 0, так как в этом случае выражение будет неопределенным. Поэтому давайте запишем, что это рациональное выражение равно х минус 3 делить на 5, но х при этом не должен равняться минус 3. Если х будет равен минус 3, то это выражение будет равно 0, или это. Следовательно, данное рациональное выражение равнозначно вот этому всему. Поскольку значение этого выражения определено при х, равном минус 3, а этого нет. Поэтому, чтобы выражения были равнозначными, мы должны еще дописать, что х не должен равняться минус 3. Вот такое дополнительное условие. Аналогично и здесь. Если это была бы функция… давайте запишем здесь у равен… то после сокращения 3х плюс 1 в числителе и знаменателе получилось бы, что функция у равна константе . Графиком этой функции будет горизонтальная прямая у равен 3 четвертых. Но чтобы это были равнозначные функции, мы должны исключить одно значение х, которое делает это выражение равным 0. А 12х плюс 4 равно 0 в том случае, если х равен минус 1 3. Если х равен минус 1 3, то этот или этот знаменатель равен 0. Поэтому здесь мы еще дописываем, что х не должен равняться минус 1 3. Вот это условие и делает это выражение равнозначным этому. х не должен равняться минус 1 3. Следующий пример. Предположим, нам нужно упростить выражение х в квадрате плюс 6х плюс 5 разделить на х в квадрате минус х минус 2. Попробуем разложить на множители многочлены в числителе и знаменателе точно так же, как и обычные числа на простые множители. Именно это мы и делали, когда учились сокращать дроби. Итак, произведение каких двух чисел равно 5, а сумма 6? Это числа 5 и 1. Значит, в числителе мы можем записать, что это равно х плюс 5 умножить на х плюс 1. А произведение каких двух чисел равно минус 2, а сумма минус 1? Здесь должен быть знак плюс. В числителе должно быть х плюс 5 умножить на х плюс 1. 5 умножить на 1 – это 5, а 5х плюс 1х – это 6х. А здесь будут числа минус 2 и 1. Записываем в знаменателе. Это то же самое, что и х минус 2 умножить на х плюс 1. Как видите, у нас опять есть общий множитель в числителе и знаменателе. Сокращаем наше выражение на х плюс 1. Таким образом, в результате мы получим х плюс 5 делить на х минус 2. Но чтобы эти выражения на самом деле были равны, мы должны добавить условие х не должен равняться минус 1. Поскольку если х будет равен минус 1, то это выражение будет неопределенным. Мы дописываем сюда это условие, так как значение уже получившегося выражения при х равно минус 1 мы можем найти, а первоначального – не можем. Следовательно, мы должны к этому выражению дописать условие, чтобы оно действительно было равнозначным первоначальному выражению. Следующий пример. Допустим, нам дано 3х в квадрате плюс 3х минус 18, деленное на 2х в квадрате плюс 5х минус 3. Здесь уже, как видите, не так-то просто будет разложить на множители выражения в числителе и знаменателе, так как коэффициенты перед х в квадрате отличны от 1. Но мы можем применить способ группировки для разложения на множители. Сначала разложим на множители 3х в квадрате плюс 3х минус 18. Вспомните, чтобы разложить такого рода трехчлен на множители, мы должны найти такие два числа а и b, произведения которых равно 3 умножить на минус 18, или минус 54. Правильно? 3 умножить на минус 18 – это минус 54. А вот сумма этих чисел а и b должна равняться 3 коэффициенту перед х. Ах, простите, я здесь написала 3х, а должно быть просто 3. Как вы думаете, какие это два числа? Так как произведение равно отрицательному числу, то это будут числа с разными знаками. Произведение чисел 9 и 6 равно 54. Если 9 будет со знаком плюс, а 6 со знаком минус, то 9 минус 6 на самом деле равно 3, а 9 умножить на минус 6 равно минус 54. Следовательно, это выражение мы можем записать как 3х в квадрате плюс 9х минус 6х минус 18. Обратите внимание, мы всего лишь представили 3х в виде разности . Эти два выражения равнозначны. Если мы вычтем 6х из 9х, то получим 3х. Зачем мы все это делали? Чтобы сгруппировать члены. Мы группируем 3х в квадрате и 9х, и минус 6х и минус 18. Выносим 3х за скобки в этой части выражения. Это будет 3х умножить на х плюс 3. А в этой части выражения мы выносим за скобки минус 6. Это будет минус 6 умножить на х плюс 3. Мы правильно сгруппировали члены. Это то же самое, что и 3х минус 6, вот 3х, а вот минус 6, умножить на х плюс 3. Если мы умножим х плюс 3 на каждый член в первых скобках, то в результате получится предыдущее выражение. Значит, вместо трехчленов числителя мы можем записать произведение 3х минус 6 умножить на х плюс 3. Это вот это выражение. Переходим к трехчлену в знаменателе. Разложим на множители 2х в квадрате плюс 5х минус 3. Как вы думаете, произведение каких двух чисел а и b равно 2 умножить на минус 3 или минус 6? А сумма 5? а плюс b должно равняться 5. По-моему, нам подойдут числа 6 и минус 1. 6 минус 1 равно 5, а 6 умножить на минус 1 равно минус 6. Это выражение мы можем записать как 2х в квадрате. Мы сгруппируем 6х и 2х в квадрате, поскольку у них есть общий множитель. Значит, плюс 6х минус х. 6х минус х – это то же самое, что и 5х минус 3. Мы всего лишь представили 5х в виде разности 6х минус х. Ставим здесь скобки и выносим за них 2х. В итоге мы получим 2х умножить на х плюс 3, а здесь мы можем вынести за скобки минус 1, минус 1 умножить на х плюс 3. Теперь запишем это выражение в виде произведения 2х минус 1 умножить на х плюс 3. Итак, в знаменателе мы записываем 2х минус 1 умножить на х плюс 3. Опять-таки в числителе и знаменателе есть общий множитель. Вычеркиваем х плюс 3 здесь и здесь. Но в ответе мы в обязательном порядке должны указать, что х не может равняться минус 3. В противном случае это выражение полностью будет неопределено. Другими словами, при х, равном минус 3, в знаменателе получится 0, а на 0, как вы знаете, делить нельзя. Дописываем сюда х не может быть равен минус 3. Таким образом, это выражение равнозначно выражению 3х-6 делить на 2х-1. При этом х не должен равняться минус 3. Надеюсь, вам было интересно. На этом все. До скорой встречи!